Как только на Самару опускается сумрак, наступает время, когда дорожным рабочим не до сна. Основной объем работы выполняется ночью, чтобы не создать помех плотному движению днем. Один из участков на улице Пугачевской, длиной 1 километр и площадью 8 тысяч квадратных метров. Работы начинают с резерования. Дорожная фреза, словно бритва для щетины на лице, срезает старый асфальт на толщину 5 сантиметров, чтобы затем на этом месте постелить новый. Фрезерование – важная часть работ по подготовке дороги к ремонту. На Пугачевской его выполняют в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Картами свыше 100 погонных метров. Покрытие обновят высокопрочным мелкозернистым асфальтобетоном. Кроме этого отремонтируют 40 смотровых и 10 дождеприемных колодцев. Их выставят так, чтобы они были вровень с новым асфальтом. А также, где необходимо, приведут в порядок парковочные карманы. Мы стараемся работать быстро. И для того, чтобы не нарушать график дорожного движения, мы стараемся выполнять работы в ночное время. Мы перекрываем движение участками. То есть, согласно схеме организации дорожного движения, согласованной с государственной автоинспекцией, с дорнодзором, мы перекрываем участки дороги, проводим там работы, потом открываем, перекрываем другой участок дороги. Несмотря на то, что по улице не ходит, общественный транспорт Пугачевской является важной автомобильной артерией, соединяя улицу Победы, проспект Металлургов и выезд к парку 50-летия октября. Решение включения улицы в федеральный проект принималось с учетом пожелания жителей, которые теперь вместе с МБУ Дорожное хозяйство, а также администрации района будут контролировать ход работ. При формировании плана работы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» учитывалось мнение жителей, учитывалось мнение органов ГИБДД и прокуратуры. Данная улица очень важна, так как она является поперечником. Она проводит от улицы Победы до самого парка 50-летия октября. А данный парк является центром притяжения в данном районе. Автомобилисты довольны начавшимся ремонтом, который давно напрашивался. Здесь была очень плохая дорога, в плохом состоянии, были большие ямы, колодцы были провалены, где-то наоборот торчали. Ездить было вообще очень плохо. Оцениваем положительно, что сделали и додержались долго они. Всего в рамках федеральной программы в Самаре в этом году охватят ремонтом 37 участков дорог. Общий процент готовности уже достигает почти половины. А на Пугачевской работы завершить планируют и вовсе на следующей неделе. Сейчас ремонтируют дороги, не относящиеся к гостевым маршрутам. А после 15 июля интенсивные работы начнутся во всех районах города. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.